здравствуйте я очень рада сегодня приветствую леонид и офиса и сегодня мы для вас расскажем все что касается информационных технологий с точки зрения правовой охраны моя задача собирать вопросы переключать презентацию и следить за таймингом у нас 40 минут на основной доклад я буду достаточно быстро все переключать а представлю наших спикеров анбиса кокорина из новосибирска из компании инка патентный поверенный мира мы занимаемся очень много вопросами охраны интеллектуальных прав российской федерации я очень рада что свои 6 утра местного времени присоединился леонид гуриев патентный поверенный сша мы с ним очень много работаем у леонида конечно есть чем с вами поделиться поэтому поехали запускаем презентацию и будем отвечать на вопрос и так мы будем говорить об охране интеллектуальных прав в россии и сша немножко тем нашего доклада тоже уже про них рассказали попытаемся в том числе про нарушения поговорить сегодня и дальше у нас анфиса расскажет про то какова система интеллектуальных прав вообще не только в россии но вообще везде да я постаралась на презентации которая я думаю будет доступна мы ее скинем потом в чат постаралась изобразить что в принципе может охраняться то есть интеллектуальная собственность в соответствии с четвертой частью гражданского кодекса глобально разделена на три части это вот произведение то есть авторские права и смежные средства индивидуализации самое популярное это товарные знаки у нас и технические решения то есть секрет производства патенты и ну то есть я думаю что там небольшие примеры приведены возможно для слушателей будет интересно потом посмотреть с точки на свой продукт именно с точки зрения вот этих объектов и я взяла сайт не побоялась сделать скриншот сайта кады феста можно следующую получается слайда я сделал скриншот сайта кады феста конечно можно продукты информационные они бывают разные там высокотехнологичные или просто страница сайта визитка но тем не менее я вот сделала скриншот и попыталась расписать что где может охраняться в общем в общем смысле скажу то есть исходный код сайта эта программа для в м как авторское право за охраняется у нас база данных это может быть просто подбора расположения какой-то информации как авторское право или база данных клиентов как смежное право то есть если вы собрали большую базу например фест я предполагаю собрал огромную базу участников и она у них охраняется как объект смежного права дизайн глобальном понимании сайта дизайн это получается можно зарегистрировать как промышленный образец если вы недолго его используете и является в целом объектом авторского права технические решения я тут пофантазировала немного чтобы немного разделить полезная модель изобретения да предположим полезная модель это устройство для синхронного перевода спикеров то есть сама не знаю само устройство да предположим вы к дефест пофантазируем добавил туда что-то какую-то деталь и новую и вот зарегистрировал как полезную модель изобретения это более сложная например система мгновенного преобразования речи то есть там уже взаимодействие этого устройства передачи информации на сервер искусственного интеллекта и так далее ну так скажем контент это уже точечно да например к дефест это товарный знак картинка и разные получается элементы да уже непосредственно текст и так далее ну и секрет производства то есть это ноу-хау я предполагаю что к дефесты и другие вообще в принципе эти продукты очень знакомы с этим термином да то есть база данных клиентов или участников она также у нас сохраняется как секрет производства или алгоритмы проведения то есть это в целом я рассказала как это может где что охраняться очень скоро сейчас я так понимаю что мы просто уже точечно и более подробно расскажем в соответствии с нашим таймером охраняется у нас буквально все давай леонид может быть ты добавишь несколько слов твой взгляд того как может охранять как можно охранять эти продукты да здравствуйте спасибо за приглашение я не успел представиться немного леонид буриев да я очень очень рад что меня пригласили на эту конференцию я в целом работаю с айтишными компаниями за россии с 90-х годов там еще когда был элком софт совки а лавар и там касперский вы начинали работать за рубежом поэтому я в общем-то чувствую эту индустрию и хорошо и очень рад в общем-то участвовать в этой конференции это здорово а про то что сказала анфиса я полностью совершенно согласен почему хотел просто добавить что смотрите вообще айтишные продукты у них уникальны в смысле того что в отличие от там биотека или там какие-то там более таких тяжелых скажем инструментов бизнеса да то айтишные продукты конечно очень разнообразные и поэтому они разнообразные и защищаются да и защищаются они совершенно с разных сторон то есть единство по моему насколько я знаю а бизнес-среда ну софт рулит вообще жизнью да поэтому это понятно но с другой стороны этот единственный такой продукт который защищается в общем-то практически всеми правами интеллектуальной собственности это начиная вот то что анфиса от патента и заканчивая торговыми марками естественно что оптическое право играет огромную роль и также конечно коммерческие тайны коммерческая тайна поэтому со стороны юристы со стороны в общем то скажем так а сочи лиро да панец ассов с авто и ассов с к индустрией то это конечно очень здорово а к сожалению с другой стороны потому что настолько разнообразные продукты настолько разнообразные а индустрия настолько разнообразно то конечно мнение каким образом защищать продукт тоже очень особенно они исходят эта разность исходит от людей которые скажем так не юристы да то есть кто-то говорит пишите патенты кто-то говорит их писать вообще не надо кто-то держите держите в секрете 3 вообще ничего на держать секрете отдаем все да поэтому тут конечно вопрос очень-то закручен на том что что вам нужно что ваши бизнес целей должны вы хотите достичь ну и конечно в каком какие ваши что делают ваши конкуренты и в общем в каком ракурсе вы там сами крутитесь но вот по и такое небольшое вступление еще раз двигаемся вперед да давайте начнем с авторского права да с регистрации кода самое просто раз нашей точки зрения самое необходимое и начнем с тебя потом ли они даст летали да ну то есть авторское право это конечно не только программа я уже сказала да что там картинки и прочее это тоже объект авторского права но тем не менее так как у нас айти продукты программа это основное да то есть что охраняется это исходный код подготовительный материал и пользовательский интерфейс последующие улучшения новые версии то есть это не ограничивает то есть программа в рамках там законодательства не ограничивается только исходным кодом ключевой тут конечно регистрация вообще она не нужна то есть написал код сотрудник или вы сами она уже охраняется тут главный договор с этим автором или сотрудником а по поводу регистрации ну у нас чаще всего клиенты именно с этим и приходят давайте зарегистрируем а потом уже и патенты идут вот но в целом регистрация есть сейчас в роспатенте то есть она всегда была и сейчас еще регистрируется в минком связи код но это для определенных целей обычно наши клиенты используют эту регистрацию в целом это все наверное да в сша для определенных целей это для регистрации в качестве в реестр отечественного поо для того чтобы крупными корпорациями работать и соответственно поставляться операции нет сша что с кодом какое твое отношение к регистрации программного кода но наше отношение всегда диктуется то что там суд поэтому а мы часто именно вот практика меняется в зависимости от прецедента и решения суда то есть у нас практика поменялась в отличие в отношении кода очень довольно недавно то есть там в течение скажем так 2-3 лет не до верховный суд установил что для того чтобы в общем-то инфоции свои права да то есть такое слово классно а для того чтобы защищать свои права то то вам нужна регистрация кода плюс тут же то есть вам не так просто надо подать на регистрацию в библиотеку конгресса нашего там copyright office а также вам надо именно получить эту регистрацию соответственно сейчас если вы уходите на рынок сша как минимум как минимум вам надо зарегистрировать свой код а на данный момент это требует не только скажем так ваши юристы на данный момент это могут требовать и ваши партнеры это могут требовать ваши скажем так это sdk или какие-то там у вас в работе битуби да то то тогда конечно и ваши партнеры поэтому его партнеры и по и даже пользователи поэтому регистрация в общем-то для сша сейчас в общем-то является как сайт но брейна потому что вам просто ее это надо делать а когда регистрировать чем быстрее тем лучше как только вы опубликовали опубликовали свой продукт вы можете подавить на регистрацию процесс а не сложный но он занимает определенное количество времени и соответственно общем то то есть у нас как в отличие от рост патента например наши офисы связаны с интеллектуальной собственностью работают намного не так быстро потому что по-настоящему нас просто количество заявок совершенно колоссально и просто не успевает никто и в то же время и офиса поэтому в регистрацию вы получите там от 6 до 12 месяцев а но это не значит что не надо подавать так что в общем-то код регистрируем первым делом а потом все остальное потому что будет зависеть от вашего продукта и опять же то что с чего я начал если вы у вас игра да то естественно что можно регистрируйте characters можно разделить всю игру как как бежал да то есть играть всю игру и подать это в как авторское право в капра офис ну и там дэйрбейс из него ну в общем в целом тут надо смотреть на продукт то есть все все дизайнеры все программы все можно регистрирует офис и все вы советуете я да в общем то я главным образом советую что код программы ваши надо регистрировать да то есть самого начала и это самое важное естественно что если у вас у меня сейчас столкнулись с клиентом мал мы регистрируем например characters до игры и для того что она же правильно за персонажи да для того чтобы их правильно зарегистрировать тут почему своя определенная техника ну а персонажи которые будут выходить с одной игры потом выходить другую их надо их можно зарегистрировать и потому что вы знаете если у вас игра хорошо пошла там apple store или там google play то скорее всего будет 15 других игр которые украли вашу в общем то скорее всего как минимум украли вашу архитектуру да а второе украли какие-то персонажи леонид а если ну предположим у российской компании можно я вопрос задам леонида можно если например компания российская зарегистрировала в роспатенте свою программу ну то есть ее есть в принципе какая-то регистрация нужно дополнительно да то есть все равно регистрировать в библиотеке конгресса это для каких получается то есть это для то для чего ну то есть в принципе регистрация не обязательно да то есть уже в россии зарегистрировали и в сша если именно на рынок, ну, то есть это как-то легче. Если вы ходите на рынок США, да, то, в общем-то, вам нужна регистрация, потому что, поверьте, я не единственный юрист в США, да, и поэтому, если вы хотите защищать свои права, также тот же и Google, и тот же, когда вы пишете письмо Google Play, когда вы пишете сейчас Facebook письмо, они часто спрашивают, а где ваш номер с регистрацией вашего, что было нарушено, как было нарушено, поэтому я понимаю, я полностью с тобой согласен, что, в общем-то, регистрация с одной стороны не нужна для того, чтобы у вас были какие-то права, но для того, чтобы эти права предъявить против кого-то или другого, то регистрация в США, если вы это делаете в США, необходима. Окей. Нужная регистрация на рассинке принята. Прием, прием. Катя, прием. На российском рынке американская регистрация, насколько она нужна? Помогает. Ты ко мне? Да. То есть, если этот вопрос ко мне, то абсолютно отлично, то есть, у нас сейчас спор по авторским правам, как раз таки с сертификатами, свидетельствами Соединенных Штатов, мы их перевели, все в порядке, все принимается. зафиксировали когда-то давно. Ну, то есть, в принципе, в принципе, значит, в России можно не регистрировать программу. Достаточно американской регистрации. Ну, я сейчас сказала по поводу авторского права не в части программы. Наверное, если деятельность на территории России и с российскими партнерами, то лучше иметь все-таки свидетельство и в России. Почему нет? Я не против. Дополнительная бумага, это в наши дни все равно еще остается дополнительным преимуществом. Хорошо. Леонид, расскажешь, пожалуйста, про кейс Google против Oracle. У нас буквально две минуты на него есть. Да, да, конечно, потому что, в общем-то, кейс интересный двумя главными такими моментами. Первый момент, что это Google versus Oracle, да, то есть такие гиганты, да, и второй, что, в общем-то, этот кейс дошел до Верховного суда. Что это значит? Что для нас, что для нас он является прецедентом практически все время и везде, и наша практика будет теперь, в общем, на это ориентироваться. Притом, последнее, вот такое финальное, окончательное решение было принято в апреле этого года, то есть совсем-совсем, но все, и поэтому, в общем-то, практика в отношении этого будет тоже меняться. Что произошло, да, то есть воюют два гиганта, и воюют они за маленькую вещь, такая как API Java, да, можно вернуть обратно? Катя. Воюют они за API Java, в общем-то, вы знаете, я думаю, вам объяснять, что это такое не надо. Oracle сказал, что Google нарушает их авторские права в отношении API Java, да, то есть когда Google сделал свое OIC Android, Google написал свою версию Java, но чтобы позволить своим разработчикам писать, ну, свои собственные программы для Android, то они использовали те же имена, там, организацию, функциональность, что и в API Java. Вот, следующий слайд, можно, пожалуйста. Начался суд в 2012 году, видите, у нас все происходит довольно-таки медленно в суте, но, конечно, это такое, скажем так, очень уж здесь медленно, тут началось в 2012 году, закончилось в 2021, вот, но суд в Калифорнии, федеральная первая инстанция, сказал, что, смотрите, API интерфейсы не защищаются авторским правом, потому что, в общем-то, вот суд там сказал, что есть только один способ сделать эти функциональность данного метода, и каждый, кто использует эту функцию, должен писать эту конкретную строку кода одинаковый, значит, там нет, в общем-то, экспрессивности. Потом Oracle обжаловал это решение в следующей инстанции, и решение было вынесено в следующей инстанции апелляционной, что суд внизу не прав, и что, в общем-то, авторское право, да, есть для API, но оно может быть использовано на Google по теории FIFI-Use, добросовестное использование, которое, в общем-то, разрешает использовать авторское право. Потом они вернулись в низшую инстанцию, а в конце концов, в общем-то, не буду даваться, у нас нет времени, подробности этого, как это все происходило, но в конце концов все вернулось в Верховный суд с тем же самым вопросом, есть ли авторское право в API Java. И Верховный суд, в общем-то, не ответил на этот вопрос, что они сказали, что даже если API Java есть, в API Java есть какое-то авторское право, его использование является добросовестным использованием Fair Use. Что значит Fair Use? Очень двумя словами. Fair Use, в общем-то, это является теорией, по которой, в общем-то, вы можете использовать чье-то авторское право. И состоит оно, в общем-то, это юридический такой подход, ну, там есть тест, да, то есть, там нужно ответить на четыре принципа. Первый, там, цель и характер вашего использования продукта, там, чьего-то авторского права, характер самого этого продукта, сколько вы взяли из этого продукта для себя использовать, ну, и как это использовали, влияет на потенциальный рынок, в котором вы находитесь. И, в общем-то, Верховный суд сказал, смотрите, что, в общем-то, они сразу обратили свое внимание на то, на характер то, что взял Google. То есть, они посмотрели, что API Java, в общем-то, они сказали, является строительным и творческого выражения в нем очень и очень мало, если оно вообще есть. И, соответственно, что любое использование API является Fair Use, то есть, добросоверное использование. То есть, в общем-то, это как победа для айтишников, по большому счету, что, в общем-то, теперь это не практически, как сказать, простите, то есть, автоматически API не сохраняет, не API других, да, другой стороны, другого, чью-то API можно использовать. Проблема здесь, один момент, хочу просто так сказать быстро. В целом, это решение, с моей стороны, правильное, да, очень правильное, да, но с другой стороны, я вам скажу так, бизнес-модель на Fair Use я бы не строил, то есть, не надо брать у людей другие свои, какой-то, какой-то, заимствовать какой-то код или какой-то там, скажем так, чьи-то продукты, кто думает, что, скорее всего, это можно получить разрешение по Fair Use, поэтому просто такой, это cautionary tale, да. Хорошо, спасибо, Анфис, на российский кейс уже времени нет, съели, переходим к вопросу секрета производства, расскажи вопрос про то, что такое секрет производства в IT, в России, как он важен, почему важно его закреплять, другая сторона, да, IT-продукта. Да, ну, то есть, чаще всего все-таки компании IT все пытаются охранять как авторское право и как секрет производства, спорная позиция, но тем не менее, вообще на слайде представлены, представлены меры, которые, в принципе, вводятся для секрета производства, да, что необходимо, но чаще всего клиенты приходят именно с позиции, ну, индейки же подписали, если у вас компания, если у вас ООО положение должно быть, порядок работы с секретом, с конфиденциальной информацией должно быть. Касаемо нанесения грифа, возможно, когда-то это было принципиальным, сейчас политика антимонопольного органа и судов все-таки направлена на то, что положение есть, с сотрудниками подписаны документы о том, что они ознакомлены с конфиденциальной информацией коммерческой тайной на предприятии и не разглашают ее, какие-то еще дополнительные мероприятия, предположим, доступ к серверу компании и так далее, прямое указание на то, что вот на этом сервере содержится коммерческая тайна предприятия в положении. В принципе, сейчас суды устанавливают нарушения, если компания покажет, что она предпринимает действия по сокрытию этих документов, которые она считает коммерческой тайной. Окей. Добавишь нам про коммерческую тайну? Да, с удовольствием, потому что мы про коммерческую, я опять говорил, что, в общем, возвращаясь ко всему, к самому началу, работы, в общем-то, довольно-таки много в этой индустрии, про коммерческую тайну, как юрист, ты слышишь почти все время. Но и, в общем-то, самая большая проблема в коммерческой тайне, это, что тайна должна быть тайной. Что в индустрии, особенно в айтишной индустрии, работая с разработчиками, с партнерами, инвесторами и тому подобное, тайна должна быть дисциплинированной. А индустрия, скажем так, не очень дисциплинированна. И поэтому часто именно то, что мы кроме в тайне, оказывается не в тайне, а в общем-то в доступе. И, соответственно, что вы теряете свои права. Скажу еще один момент, что, в общем-то, в Соединенных Штатах практика по этому в отношении тайны развивается давно. Она все время так валирует между патентом и тайной, но в целом, в целом, намного легче получить патент и его держать 20 лет, чем, в общем-то, держать что-то в тайне. И к этому пришли практически все компании, и большие, и маленькие, и средние. Поэтому просто, чтобы главное здесь понять, что тайна должна быть тайной. Если она не тайная, это значит, вы отдали доступ всем почте, включая ваших конкурентов. Все вот эти дела, которые Катя показывает, в общем-то, у нас там три разных дел, решение вышло совсем недавно, они все говорят именно об этом. Вот это первое у нас. А вот скажи, пожалуйста, кейсы давай уже не будем, просто сейчас если кейсы рассказывают, мы застрянем здесь надолго. Если что, ребята почитают, если у нас в конце останется время, то мы вернемся. Какую-то основную мысль. Да, выведи. Я хочу один кейсер скажу быстренько, потому что он показывает, что здесь произошло. Например, Гайкос большая компания, они, я так понимаю, заинствовали у Каприкона коммерческую тайну и заодно и код. Каким образом произошло, это не важно на данный момент, но это произошло. Каприкон подал в суд, все нормально, и Гайкос сказал, смотрите, ваш код, когда вы его регистрировали в пакетном каприаре офис, был раскрыт полностью. И если он был полностью раскрыт в офисе, то это значит, что он не является тайной. И суд с этим согласился. То есть, смотрите, что здесь, скорее всего, произошло. Пришел Каприкон, не пошел к своим юристам, а подал сам на регистрацию на код. не проблема, сделали, это все можно было сделать онлайн, сделали. Но когда они это подавали, они не знали, что им надо было вычеркнуть из этого кода все вещи, которые являются коммерческой тайной. И подали, они код полностью раскрыли. И суд принял решение против них. Поэтому, опять же, все, очень важно делать правильно, потому что, если это вы делаете неправильно, то ваша возможность защититься, в общем-то, уходит. То есть, скажи, я правильно понимаю, что мы, соответственно, когда код регистрируем, мы раскрываем какую-то часть, какую-то часть не раскрываем. Анфис, твое мнение по этому поводу как мы в России должны регистрировать код, когда мы это делаем? Раньше у нас была такая, у Роспатента было требование подачи 70 страниц кода, то есть, это явно не весь код программы. В принципе, возможно, он удовлетворял вот этому требованию, которое в практике, точнее, Соединенных Штатов. Сейчас как бы другая ситуация, клиенты спрашивают, но чаще всего все-таки мы советуем подавать там начало, середину выдержки и конец, не весь код. Но при этом у меня на самом деле вопрос к кейсу, а если пойти просто с нарушением по программе, ну, то есть, окей, не по коммерческой таянии, а по программе, разве нет? Да, я думаю, что это решение до конца просто было самое джаджмент, это было в самом начале судопроизводства, то есть, они, видимо, не дошли до авторского права, или потому что, не знаю, каким причинам, они не дошли, ну, если интересно, я могу выслать ссылочку и можем этот кейс рассмотреть. Вообще, да, было бы отлично. Ну, давай, мы между собой этот момент узнаем, тогда про авторское право и коммерческую тайну, например, поговорили, давайте немножко про регистрируемые объекты, про товарные знаки и патенты, буквально несколько слов, чтобы у нас про нарушение еще немножко осталось времени рассказать. Анфиса, давай с тебя, что регистрируется в качестве товарного знака, почему это важно для IT-индустрии. Да, смотрите, очень, ну, на слайде написано, что это такое, и я думаю, что большинство из нас прекрасно знакомы с таким понятием, как товарный знак или торговая марка, и то, что товарный знак регистрируется, тоже, в общем-то, известно, Екатерина сказала. Ключевое, ключевой месседж сегодня мой в том, что товарный знак это не только название компании или одного продукта. Я бы хотела немного донести мысль о том, что если компания обращается к компании дизайнерской, которая разрабатывает имнейминги для, мне кажется, даже для персонажа, лучше проверить, можно ли его использовать, потому что зачастую компании ограничиваются только, ну, хорошо, если ограничиваются компанией, ну, регистрацией товарного знака компании, но очень часто бывают случаи, когда где-то уже что-то зарегистрировано и по поводу регистрации, она у нас территориальная, то есть вы подаете в Роспатент заявку, но это не дает вам охрану в Соединенных Штатах, то есть охрану в Соединенных Штатах вам необходимо также получать либо с помощью международной заявки, либо напрямую через Леонида, например, ну, через национальное ведомство, а там можно работать только через патентных поверенных иностранным компаниям, которые хотят зайти в США. Да, и почему нельзя через международную регистрацию получать охрану товарного США, нам сейчас Леонид расскажет. Ну, не знаю, что нельзя, а просто, да, да, не то, что нельзя, просто у нас по нескольким причинам совершенно не связано с Российской Федерацией, да, у нас патентное бюро США, которое выдает обладные знаки, оно очень серьезно относится к своим обязанностям, поэтому и в общем связано с наплывом китайских заявок огромным совершенно во время пандемии и Амазоном, и как платформе для продаж в общем-то всего и вся, вот, поэтому патентное бюро, в общем, закручивает гайки, да, и все, что было в законе прописано, где когда-то смотрелось сквозь пальцы и не так было важно, стало очень важно. Например, описание ваших сервисов и продуктов, да, то есть вот я знаю, что в Европе и в России принято подавать там 10-страничные описания продукта, там мы продаем машины и веники, да, и, к сожалению, а патентное бюро это у нас в США для того, чтобы получить регистрацию, вы должны использовать вашу торговую марку с вашими сервисами или вашим продуктом в коммерции США, то есть у вас должны быть какое-то использование на территории США, и так как вы не можете продавать и веники, и машины часто, то патентное бюро это ловит и просит вас предоставить заключение и главное proof, то есть доказательство, что вы используете вот эти все там веники и автомобили в коммерции в США. И если вы это не доказали, то вашу марку отзываю. Или вам надо будет как минимум менять это ваше описание, что стоит в общем-то и денег, и надо платить еще дополнительную почту. Соответственно, если вы подаете в США, два момента. Первый момент, что вы должны думать, что вы получите регистрацию только после использования, но можно застолбить приоритет. И второе, что ваше описание вашего сервиса и вашего продукта должно соответствовать реаль. То есть что вы делаете, то и отписываете. Да, надо использовать юристов в Соединенных Штатах, это теперь стало обязательство заявителей из других стран. Но так как в общем-то цены совершенно стали нормальными на этот момент, поэтому я думаю, что это не должно быть проблемным для заявителей. По международной регистрации тоже нужно переключаться на патентного поверенного, когда мы делаем ответ на запрос. да, нужно теперь, потому что в любом случае запросы, к сожалению, идут при международной регистрации, потому что описание очень часто не соответствует практике Соединенных Штатов. И отказы мы получаем все время. Это не только российская проблема, это проблема всемирная. Поэтому когда надо подавать ответ на вот такой отказ, то необходимо нанимать американского юриста. Окей, во время пандемии расскажите, что у нас с Амазоном творится, почему у нас Амазон требует регистрацию и как это заменяет регистрацию в США или наоборот дополняет ее? Что это такое за зверь? Может быть, Анфиса, ты сделаешь немножко вводную, потому что я так понимаю, что это российская российская у нас к нам во время, ну, значит, с начала этого года, кстати, много обращений было вот именно с позиции нам нужен товарный знак в США, но мы слышали, что можно зарегистрировать товарный знак на Амазон. То есть, я так понимаю, что это довольно искаженная информация поступала к нашим клиентам, и вот я отметила этот вопрос, хотела бы, чтобы Леонид пояснил по поводу того, что за регистрация такая на Амазон. Да, да, конечно. А это часто, опять же, Амазон просто после эпидемии теперь стал самая, наверное, я не знаю, плата не продает теперь все, и, в общем-то, для всех, в общем-то, это, и у нас очень, моя фирма очень много работает с китайскими партнерами, и поэтому мы подаем огромное количество заявок именно в Соединенных Штатах. Вот эта информация, что на Амазоне, и почему, и Амазон стал требовать для того, чтобы, чтобы, в общем-то, не заниматься выяснением нарушения товарного знака, они начали требовать, чтобы юристы, которые подали американские заявки на товарные знаки в США, confirm, да, то есть сказали, что да, есть, эта регистрация есть. Опять же, все это, к сожалению, из-за обмана, в общем-то, выходящей из Азии, но Амазон стал делать, в общем, просить своих пользователей, заявителей, которые продают на Амазон платформе, чтобы у них была американская регистрация, и чтобы не только у них была американская регистрация на товарный знак, но также, чтобы эту регистрацию подтвердили американские юристы. И поэтому, да, регистрация на Амазоне не заменяет американская регистрация на товарный знак, то есть надо, наоборот, сначала получить американскую регистрацию, и это не заявку, а регистрацию, а потом уже сообщить об этом в Амазон. И об этом в Амазон сообщаете и вы, а мы, как юристы, которые подавали на товарный знак. Патентные юристы сообщают. Да, потому что к нам приходят сообщения из Амазона, мы на него отвечать хорошо что два слова про патенты понятно что мы сейчас не будем на этом концентрироваться но все-таки почему они нужны и какие они бывают два или они ты сразу про американскую систему скажешь она является для нас примером продвинутая как потом мы поговорим об этом да про патенты трудно уложиться в это в наше время поэтому но одно скажу что до патенты на продукты связанных софтом получают и сейчас мы вышли обратно на тот же уровень на котором были до скажем так у наших некое перетрясение в нашем законе но в целом патенты на софту на продукты связанных софтом получают и получают огромное количество компаний а почему на что получать на получает естественно на код и не получает на алгоритм а получает на систему практика сейчас что в общем-то в своих патентных заявках надо очень досконально описывать свою свой процесс и свою программу как она работает как она функционирует на каком рынке какие проблемы решает этому подобное и в общем-то патенты в таком случае выдают соответственно что в общем-то наши нужны ли вам патент опять же это в айтишной индустрии это вечного нам не нужен патент но смотрите на своих конкурентов и сейчас вот я работаю лично сейчас мы начали работать год назад иначе работать с одной довольно большой российской компании и они ко мне пришли не потому что тот вам нужен патент им пришли их партнеры из сша сказать ребята у ваших конкурентов из патента у вас их нет и что нам как мы хотим если вы хотите с нами работать нам надо понять как вы будете от них защищаться вот пожалуйста например смотрите на конкурентов если у них есть патенты вам нужны патенты тоже прошло давайте тогда примеры патентов наверное не будем разбирать принципе это достаточно все понятно анфис два небольших комментариях давай про нарушение дадим я не знаю тут пока вопросов чате не вижу если кто-то нас смотрит и вы хотите задать вопрос наверное самое время сейчас будет его задать давайте сейчас перейдем к нарушениям анфиса расскажи что у нас в россии творится с нарушением и тогда может подведем итоги да мы по сути сейчас обрисовали какие у нас примерно могут быть объекты в компании неважно они у вас уже есть или они только могут быть но если выявляется нарушение необходимо понять какие ваши права нарушен нарушены и дальше идет определение стратегии пересечении так также может быть ситуация ситуация пересечения нарушения через площадки ну то есть вы пойдете через пресечения нарушения через площадки либо например если это авторское право какие-то видео которые мы сейчас видим очень сильно заблокирована в сети интернет это блокировка пиратского контента через мозгур суд также возможен судебный путь или антимонопольная служба по дальнейшим действиям это сбор доказательств если мы понимаем что там присутствует нарушение осмотр например фиксация веб-архива которые если это например товарный знак который используется на сайте вы можете по веб-архиву посмотреть с каком он фиксируется у нас в россии обязательно если вы требуете компенсацию за не идете в суд то направление претензии с требованием о прекращении но обязательно то есть направляете ждете и потом уже если реакции не последовало от нарушителя идете в суд и вот собственно идете в суд следующий этап уже довольно непредсказуемый но я так понимаю леонид я бы если от себя я бы хотела спросить больше как вы у вас досудебное так скажем урегулирование больше развито чем у нас на самом деле практике блокировка контента нарушающего через инстаграм или фб довольно проблематично у вас как вообще с этим успешный кейс есть есть успешный кейс я кстати на прошлой неделе заблокировал контент ffb и вот сейчас в play в google play этим занимаемся тоже для кстати новосибирской компании что в чем тут в общем-то фишка да во первых фишка в том что пишет пишите грамотное письмо в котором вы показываете google или там фейсбуку что вы правда есть нарушение то есть это с примерами с каким-то там с вырезками со всеми делами то есть по-настоящему показываете людям что вы смотрите то же самое делают и написано должно быть грамотно то есть фейсбук там сидят они проверяют то это кто это написал как это написано я считаю что немножко сам сервик да ну но и когда пишет юридическую фирмы из сша письмо фейсбук то на него реагирует другой чем корявым языком пишет кто-то из другой скажем так страны вне зависимости россии это или нет соответственно что если это делать правильно то не надо идти в суд и в общем то и правда если нарушение то можно заблокировать контент суд у нас является самым последней инстанцией и потому что это очень дорогое удовольствие поэтому в общем то и для начала опять же письма по грамотные с подтверждением в фейсбук например или в тот же google play или тот же apple то они в общем то часто при настоящем нарушении конечно могут быть успешны до сна у ведущих видимо узнаем можем ли мы еще какое-то время поговорить поскольку у нас вопросы в чате я вижу что нет вроде как если в правильном чате нахожусь да поэтому хорошо тогда буквально два слова подведения итогов анфиса твои рекомендации леонид что вы рекомендуете компаниям которые у нас находится и занимаются разными продуктами делать первую очередь я бы порекомендовала сделать аудит тех объектов которые вы можете зарегистрировать или охранять потому что всегда проще принципе вести деятельность когда вы понимаете какие не материальные активы в компании имеются спасибо с моей стороны я просто хочу сказать интеллектуальная собственность вообще защиты ваш продукт не он находится не находится в вакууме поэтому смотрите на своих конкурентов на свой продукт какие цели у вас бизнес цели вы хотите достичь и рынок и и в общем то в зависимости от этого смотрите какие для вас защиты для какие для вас что для вас наиболее является важно что защищать как защищать и и подходить к этому вопросу не как там не сказали а просто посмотрите на то что вам нужно главное обращайтесь красиво не пытайтесь да не пытайтесь решить все самостоятельно а